Первая о своем проекте заявила одна из местных индивидуальных предпринимателей, известной в городе выращиванием шампиньонов, Эльвира Хабирова. В планах ее проекта – расширение объема выращивания и реализации. Социального предпринимательства, субсидии, Альвира Хиловича, также когда эта программа уже выйдет, когда общее пользование, соответственно, мы, наверное, все же передадим потенциальному инвестору. И вы заявляетесь, пожалуйста, в социальном предпринимательстве, если вы будете попадать, соответственно, в общем комплексе будете у нас участвовать. И возможно, у вас получение субсидий до 1 миллиона рублей за бюджетный комплекс. Эльвира Хабирова планирует в перспективе выход на рынок северо-запада республики, и для этого она просит администрацию города оказать поддержку ее бизнесу. Это касается аренды помещения и льготов по налогам. Получение льготы по налогам, это также ТОСЭР, они там составят бизнес-кланы и так далее, коллеги все объяснят. Соответственно, вы сможете получить льготы по налогам, ну и льготы на аренду муниципальных субсидий и имуществ. Там очень хорошие выгодные условия, которые они не хотят стоять. Поэтому тоже достаточно выгодные. Поэтому давайте включим тогда два вопроса. Вот аренду муниципального имущества мы вам предложим, да? И второе, по статусу резидента ТОСЭР, если вы документы подготовите, вы тоже все оперативно сделаете. Рассмотрение второго вопроса касалось содействия в подборе земельного участка для автокинотеатра под открытым небом и квест-шоу «Форт Боярд». Ратмир Мавлиев дал поручение начальнику архитектуры и градостроительства рассмотреть для кинотеатра площадку с торца стадиона «Торос». Давайте как бы посмотреть старца площадку на вот эту тату. Да, так позволяем. Все, как бы, давайте его там, никаких не надо пройтись, делать письмо, напишем согласовывать. Для организации квест-шоу «Форт Боярд» уже выбрана точная разметка границ территории, которая находится в муниципальной собственности. Земельный участок был согласован с лесничем, и, по словам Андрея Лосицы, можно готовить документы и выставляться на аукцион. Эльза Самойлова, Дмитрий Кокшаров, информационная программа «Ежедневник».